Здравия всем любителям хоккея! С вами вновь недельный обзор лучших игровых моментов прошедшей недели в Национальной Хоккейной Лиге. Василевский, Кучеров, Наместников и Сергачёв продолжают тащить Тампу. Бобровский и Панарин менее активно, но всё же помогают Коламбусу. А вот у Шипачёва, Радулова и Якупова дела не очень. А теперь к игровым моментам. Неделя третья. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Десятое место занимает Сергей Бобровский. И его красивое спасение при выходе один в ноль от шведского нападающего королей. Дальше отправляемся в Сент-Луис, где Патрик Кейн не смог переиграть Джейка Алина! Отличная игра клюшкой от вратаря блюзменов. На восьмой строчке располагается шикарное спасение Андрея Василевского в матче против Питтсбурга. Да, наши вратари на старте в полном порядке. На седьмой строчке Конор Макдэвид, который в этом году просто в огне. Хотя в целом нефтяники отвратительно начинают сезон. Но посмотрите, как играет Макдэвид. Какой прекрасный пас на партнера. Марун уже забивал в пустые ворота. Шестое место. Ларкин набрасывает шайбу на ворота. И Татар! Какое подставление! Как же зрячий в этом моменте сыграл словацкий форвард. Открывает нашу пятерку вратарь Каролины Скотт Дарлинг! Он в наглую украл гол у самого Ягра. Где уважение к ветеранам? А на четвертой строчке Майкл Камальери и его бейсбольный гол, подсказавший нам идею для недавнего топа про бейсбольные голы. Кстати, рекомендуем посмотреть. Бронзу нашего топа получает Джордж Бейли и его финтерский гол в матче против Сан-Хосе. Восхитительный гол из-под ноги. Просто красота! Второе место нашего топа занимает чешский форвард Бостон Брюинс Давид Пастерняк. С передачи Антона Худобина Давид забросил восхитительную шайбу ворота Андреса Нильсона. Вы только посмотрите на этот шедевр! А первое место занимает Мэтт Мюррей и его невероятное спасение в матче против нефтянников. Да еще и партнеры помогли! Какое же классное спасение клюшкой сделал Мэтт! Первое место Мэтт Мюррей. Питтсбург Пингвинс. С вами был Филипп Олешев специально для Фокс Хоккей. До новых встреч! Пока!